Чупа-чупса! Это жесть! Всем привет! Новый канал Жени! Шестой раунд шликос и против тебя Кимур играет Саша. Расскажи, Саша, чем занимаешься? Я люблю выставать и у меня сейчас походит выставка в школе. Ого! Выставка в школе? У человека в шестом классе? На выставку обратно мне вернулись. У него было шесть пальцев. Шесть пальцев? Верните! Это любимая мамина картина. В школе? Взят твои картины, да? Да. Я рисую кайзаж и микроморты. Также я люблюсь от масла. И за мной играть. А веб-дизайном не думаешь? Не знаю. Нужно веб-дизайнировать. Итак. Споры бактерий. Это приспособление. А к питанию. Б размножению. В дыханию. Г сохранности рода. А почему? Нет вариантов полемика. Ну, спорта. Бактерия такая. Слышь, ты им по заднюю. Слышь. Ну все, посмотри. Геологический слой. Иди делись. Я вчера уже делилась. Делиться надо всегда. При бактериях. Так? Так, это не... Блин. Ты был популярным в мальчиках в школе? Нет. Я вот со школы помню. Мне девушка сказала. Ты симпатичный. Мой тушит тарчиком. Я комплексовал всю школу, что меня... Мой тушит тарчиком. Мой тушит тарчиком. Да. Как он их прижал? Почему быть того не виноват? Ну, не знаю. Чуть-чуть прижались вроде. Как правильный ответ. Споры бактерий – это приспособление для сохранности рода. И в этом раунде побеждает Саша. Молодец. Споры бактерий. Он что-то истит. Это что? Это способы достичь истинной бактерии. Истинная бактерия рождается в спорах. Пять на пользу школьников. Шесть. Зря. Зря он уступил. Седьмой раунд. Тимур, зачем ты это сделал? Сыграет Алексей. Алексей? Алексей. Очень приятно. Ой-ой-ой. Я боксер. Пробитая корсетка. Я боксер, вы? Я посеркался с тобой. Уже взрослый человек. Ну, расскажи нам о себе немного. Седьмой класс? Снимаю каверы, пою. А каверы какие? Снимают каверы? О-о-о-о. Боксовые делаешь. Латстан? Да. Ну, в классе я фотографировал с плакатов Шварценеггера талоны и потом проявлял эти фотографии в ванной ночью и на следующий день продавал одноклассникам рубль за фотографии. Рубль за фотографии. Предприниматель. Отлично. Да, только блоксайли с литературой нет. Ха-ха-ха-ха. Для чего? Чиновники один за другим посещают Хлистакова в доме Городничего. Откуда это знать мог? Откуда это знать мог? Ну, наверное, из литературы, как ты думаешь? Так себя пишешь? Нет, у меня действительно есть лучший почерк. Лучший почерк, но сегодня он выбрал как бы не один из них. Произведение Ревизор. О-о-о. В наше время, ну и действительно, подсказка была в вопросе, зачем еще чиновники посещают? Ха-ха-ха. Чтобы дать взятку. Это правильный ответ. И в этом раунде подождают Тимур. О-о-о. Спасибо. Ну, он дали. Он подозрел себе дать. У него уже не выступают. Там такие лбы. Не узнаешь ты. А самое интересное. А почему их всего четыре человека в классе? Честная школа. Игнат. Игнат. Это просто Игнат. Игнат, чем занимаешься? Да, они такие взрослые. Это восьмой класс. Я гейм. Ну, то есть ты у нас игроман. Нет. Игромани это болезнь. Ну, я думаю, понятно. Игромани... Нет. Игромани, я говорю, это болезнь. Да-да. А знаешь, у меня тоже есть PlayStation. Но я убиваю в основном зомбаков. Это весело. Согласен. Это согласен. Это согласен. Кто такой спокойный чё? Едвай. Просто. Я думала, она ошибется. Посидите к ней амперметр. Амперметр? 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 И вольтметр. Амперметр. Теперь понятно. Амперметр. 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 И вольтметр. И вольтметр. Так, посиди и решай, пожалуйста. Амперметр. 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 И вольтметр. Перед вами электрическая цепь. Волтоград. Подключите к ней амперметр. Да, я за него. Обещай. Ну, честны. Амперметр. Амперметр. Вольтметр. Восьмой класс. Физика. Перед вами электрическая цепь. Выполните задания. Выполните. Выполните. Пошлините. Упрос men, ав our aircraft. Нет, там. Вот сюда мы ставим. В смысле там в сторону Тимура? Я решила, что в качестве экзаменов я выберу физику, чтобы ее подтянуть. И как? Так всегда бывает. К сожалению, говорит Нина. К сожалению, говорит Нина. Нитва холостяков. Ой, ты какой молодец. Ну вот, в возрасте Тимура, конечно, совсем другая тема, но только молодец. С этим заданием никто не справился. Ну, все равно, какие быты смехи вам? Ну, я сожжусь. Я тоже. Физика, да. Физика, физика. Как тебе, Тимур Батрудинов? Хороший человек. Отлично, смешно. Хороший человек. Знакомый человек? Знакомое лицо. Блин, он так разговаривает ржачий. Ты вообще очень крутой. Мне кажется, ему надо быть не только геймером. Такой, такой, немножко злой. Блин, вот это он вообще здоровый. Нос. Нос. Да, блин, да нет, да он просто, смотрю, он выше, чем Тимур Батрудинов. Да? Наш юмор. Он, это, это, он молодой. Что? Горбец. Горбец? Горбец? Хозяев, да? Ну да. Просто, просто до этого он был выше, девять на двадцать. Обозначаются этими фигурами. О, жесть. Черное точно нет. Черное точно нет. А вот тот, который в ткани, который вот в конце, это не древесина. Уголь. Уголь, дерево, наверное. Ну вот думаю, дерево. Уголь, дерево. Нефть. Вот это, чупа-чупса. Нефть. Это жесть. Жесть. Там чупа-чупс. Нефть. Я тоже. Наполовину обсуждаю. Итак, у нас два, два и один. Как же я в газ не попал? Просто похоже на горку соли На горку соли Поэтому в этом раунде побеждают школьники Блин, а почему? Я, между прочим, немножко поспорила Почему школьникам присуждают Даже тогда, когда они немножко ошиблись Это самое главное Счет 6-3, это 10-й раунд Ой, кто ты? Тимур Тимур, вроде Тимура Но он выглядит очень умным У него даже прикидон такого умного чувака Нифига, Тимур такой большой Тимур, расскажи, чем занимаешься? Во-первых Так, как кажется История самая неточная наука История самая неточная На шахматиста похож Я знаю, конфермент пропаганды Но у нас в детской передаче, поэтому История! Десятый класс История Расставьте российских императоров От самого раннего к позднему Павел Первый Александр Второй Петр Третий Иван Шестой Друзья мои, с этим заданием справился Каждый игрок нашего шоу Тимуры 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 И что, теперь получается 1-1 что ли? Или что? Видимо Да нет Тогда вы ставили 0 Когда они ошибались Правда, там были девочки Один только Это вопрос его популярности И мы действительно помогали бабушкам Ветеранам Да Да Я представляла его как достаточно смешного, достаточно несерьезного человека Но после вот этой встречи Он оказался кардинально другим каким-то человеком Но он очень серьезный, начитанный Он много знает и очень Он очень вежлив в общении Другими словами, в жизни он не такой смешной Моё любимое число моей фамилии ровно 11 лет А, да? Да, я родился в 11 классах И учился в 11 классах Куда ты родился? В 2001 году В 2001 Что в 2001 В 2001 В этом Что вы кому-то более чем не И это радует Поехали Да не, не более Просто не психосакируйся Потому что я до сих пор еще живой Общество знания Вопрос из ЕГЭ 17-летняя Ирина Нормальный Да, нормальный вопрос 17-летняя Ирина Которая еще жизнь и жизнь Которая еще начинается Решила устроиться после окончания средней школы На работу подавцом в углазуточный супермаркет Какие правовые гарантии Должны быть предоставлены ей Работодателям Согласно трудовому закону О, Господи, что это за вопрос-то такой? Нет, три Подсказка Полкласса ждет общество знаний Пришел я математик Не успею прочитать А ты вот во сколько лет устроился на белую работу? В 14 Ученик электромонтажника На суберемонтном заводе Даже первая зарплата была 28 рублей Запомнился 28 рублей зарплата? Был здесь мне придумал Микки Малки Жесть На эту зарплату я купил плакат со Сталлоне, плакат со Сварценеггером, Терминатором. И фоткал. Фоткал и по рублю зарабатывался, да? Не кусал эти порки. Вот такая моя первая зарплата. До слёз. 28 рублей. Это что, зарплата такая? 28 рублей. Я в детстве обожала канцелярию. И так как в Викавказе я училась далеко от дома, я ездила на машинский, иногда мне был выбор купить ластик новый, не понюхать его, а либо поехать на машинский. Я очень люблю, как пахнут учебники, новые тетради. Зачем же так глубоко дыхать? Минут 40. Снюхала, да, по дороге? Зачем же так глубоко дыхать, наверное, по-другому. Я думаю не смешно. Да он вообще серьёзный пацан научал. Мне кажется… Закладки… Закладки. Вы были закладки. Закладки. Да, это с ним. Все, обменяем передачу, короче. Все, они бы зря понюхали ластика. А музыку середы, это еще смешнее. В этом раунде в ничьи, 8-5-9, я побеждаю, сконите. Ура, сезон. Удастся, сезон не сражался, боролся до конца. Честно, я думал, что будет все очень легко, ну и поддался немножко. Вначале. Вначале. Зачем я это сделал? Потому что дальше вы начали меня этими наклонениями. Тяжело. Спасибо, спасибо! Спасибо, спасибо! Не, такие упы, блин. Один пропал. Гландинчик. Какой он такой? Горбатый. А, голод! Тимур, как тебе проект, как тебе формат? Очень классный формат, мне понравился. Вообще, мне нравится все, что связано с детьми. Потому что в моем творчестве настолько много, 18+, принять участие в таком светлом детском проекте. Я очень сильно радуюсь. И надеюсь, что мои племянницы, которые как раз одной 12, другая 6, посмотрят и поймут, что их дядя не такой уж тупенький. Тебе сложно было переноситься на не 18+, была некоторая сложность, но не 18+, тем более, что интернет уже ассоциируется с 18+. Когда я оказываюсь в компании детей, я сам становлюсь ребенком. Вот твой один из твоих соперников, Тимур, сказал, что в жизни ты не столько смешной, сколько умный. Ну, мне приятно, если дети обо мне так думают. Осталось, что было. Да блин, да это было невозможно. Там было написано, насколько мы, типа, ответили вопросов, напишите в комментариях. На самом деле, как бы, у нас было очень мало времени. Не, ну, если мы останавливались, что их можно было. Субтитры сделал DimaTorzok